Библейский портал экзегет.ру представляет И эта проповедь, она будет неприятна Мы это в первой главе читали уже как предупреждение Что, смотрите, ты будешь против царя, против вельмож, против священников, против народа Но не с целью захвата власти, изменения законов, каких-то преференций А для того, чтобы слово Божие донести до этих людей И было мне слово Господне, иди в Иерусалим, объяви во всеуслышание столицы Так говорит Господь, помню я, в юности ты была верной, как невеста меня любила Ты шла за мной по пустыне, по землям бесплодным Израиль, святыня Господа, начаток его урожая Кто его пожирает, виновный, беда их настигнет, говорит Господь В юности ты была невестой, верной и любящей, и любимой Вот с этого все начинается То есть были такие отношения, которых больше нет И Господь о них тоскует И, собственно, именно эти отношения, они позволяют чего-то ждать, чего-то требовать И это, конечно, ответственность народа Божьего за верность Но одновременно это любовь, одновременно это призвание Одновременно это вот такой союз, который бывает даже не между мужем и женой А между женихом и невестой, которые как-то трепетно друг к другу тянутся Слушайте слово Господне, потомки Иакова, все племена Израиля Так говорит Господь Неужели ваши отцы грех во мне отыскали? Почему они от меня отдалились? За тщитой пустой они устремились и сами в тщиту обратились Ну то есть они погнались за язычеством, да, они погнались за языческими какими-то башками, обрядами и всем прочим Это все пустое, тщетно и в результате они сами опустошили себя, опустили внутри Не говорили они, где Господь? Он вывел нас из Египта, Он вел нас в пустыне, в краю ущелья безводных Знои и тьмы кромешные, где человек не ходил, где никто не селился Я привел вас на тучную землю, то есть в Ханаам землю обетованную, чтобы вы насладились плодами ее и благом Но пришли вы и землю мою осквернили, достояние мое сделали мерзостью Не говорят священники, где Господь? Не знают меня знатоки закона Ваши пастыри против меня восстали, именем Ваала вещают пророки Поклоняйтесь вы идолам бесполезным Интересно, как он говорит, не говорят священники, где Господь? Не говорили они, где Господь? Да как же, где? Да вот он в храме Вот он в книгах священных, вот он в наших молитвах, обрядах Господь намекает на то, что его все время надо искать Что он не лежит в кармане у кого-то Он не заключен в книге, в обряде, в храме В чем-то еще таком внятном, конкретном, что можно руками потрогать Господь – это что-то превосходящее наше представление о нем И поэтому верующий всегда его ищет И вот эти все храмы, обряды, книги – это, собственно, пути поиска И отказываясь от всего этого, они отказываются от поиска «Я за это на суд призову вас, говорит Господь, на суд призову детей и внуков ваших На острова Китеев отправляйтесь, смотрите А Ките – это некоторое далекое племя Ну, в Средиземном море они на островах живут Некие эгейские, может быть, острова В Кидар послов пошлите А Кидар – это в Аравии, да, то есть дальние страны, где язычники живут Разведайте и разузнайте, бывало ли где такое Меняет ли своих богов народы А ведь эти боги – не бог То есть у народов есть свои традиционные религии, да, и они им привержены Хотя это язычники, хотя это религии ложные Мой же народ применял свою славу на идолов бесполезных О небеса, ужаснитесь этому, от ужаса содрогнитесь, говорит Господь Два преступления мой народ совершил Он оставил меня, живой воды, источник, а себе водоемы сделал Расколются водоемы, эти воды удержать не могут Источник живой воды на Ближнем Востоке воды не хватает И представь себе, источник воды живой – это образ родника, который бьет из-под земли Свежая, прохладная вода всегда течет А водоем – это для сбора дождевой воды Ну и представьте себе, сезон дождей – это только зима Значит, там, к концу лета, что в этих водоемах остается? Такая вонючая жижа уже, а не хорошая вода А источник струится круглый год Ну, там, зимой, может быть, он посильнее бьет, летом послабее, но все равно И вот здесь, смотрите, они бросили источник прохладной, чистой, свежей горной воды Сделали себе эти водоемы для жижи, но туда они собирают, что им нравится Да и те водоемы расколются То есть будет трещина, и вода уйдет куда-то вниз Разве Израиль раб, слуга рожденный в неволе? Почему же он стал добычей? Молодые львы на него рычат громким рыком, превратили землю его в пустыню Города его брошены, сожжены безлюдны То есть, смотрите, Израиль свободен, Израиль сын, но он каким-то образом утратил свою свободу, свое сыновство, и поэтому все с ним плохо Жители Нофа и Тахпанхеса Это египетские города, то есть египтяне Жители Нофа и Тахпанхеса голову тебе разбили, не сама ли ты в том виновна? Господа Бога твоего ты оставил, когда вел он тебя по дороге А ныне, что же идешь ты в Египет, пить воду Шихора? Шихор, соответственно, один из притоков Нила Что же идешь в Ассирию, пить воду Ефрата? Вот этот самый образ воды, но, конечно, это означает здесь обращение к языческим богам Ассирии и Египта Вместо того, чтобы пить из своего родника, от Господа принимать то, что он посылает Они отправляются к каким-то другим богам и народам Твое злодеяние тебя накажет, обличит твоя же измена То есть наказание, собственно, естественные последствия выбора Знаешь, смотри, на беду и горе Господа Бога твоего ты оставил И страх предо мной потерял, говорит Господь Бог воинства В древности я разбил ермо твое, разорвал твои путы Имеется в виду освобождение из египетского рабства, исход из Египта И вот Израиль больше уже не раб, но ведет себя как раб И сказал это, я служить не буду Но на всех холмах высоких, под каждым деревом ветвистым, ты развратничаешь, блудница Вот он сравнивает невесту, какой она была в пору исхода И вот здесь эта невеста уже превратилась в такую блудницу, которая под каждым высоким деревом Поскольку ветвистое дерево, высокий холм воспринимались как некоторые божественные объекты Вот сверхъестественные, там ставили жертвенники и все такое прочее Ну до сих пор можно увидеть в тех регионах, где езычество распространено Там где-нибудь на перевалах стоят какие-то маленькие жертвенники богам Обычно это просто горка камней И там льют на них напитки всякие разные, ленточки привязывают к деревьям, кстати Ну наверняка наблюдали многие это Это вот такая примитивная форма жертвоприношения Не привязать ленточку к дереву или там возлить напиток, неважно даже какой На эту вот горочку из камней Насадил я тебя, ты была виноградником лучшим, отборными побегами Но горе, для меня ты стала лозой дикой Вот дикая лоза, она естественно приносит плохие плоды, невкусные Она была культурным растением, она была божьим виноградом Не отмыться тебе ни щелочью, ни мылом Грязь греха твоего предо мною, говорит Господь Бог Неужели ты скажешь, чистая, квалом я не ходила Посмотри на дела свои вдали и пойми, что ты совершила Верблюдица молодая мечется по дорогам Дикая ослица, выросшая в пустыне, задыхается от страсти В брачный период эти дикие животные там скачут и ищут с кем спариться И ничего не соображают уже Пыл ее кто умерет Всякие, кто к ней стремится, без труда ее отыщут в пору случки Вот и она так, эта самая бывшая невеста Уже даже как, не как развратная женщина Но как какая-то дикая самка, осла или верблюда Скачет в надежде на случку с каким-то первым попавшимся самцом Вот с чем сравнивается язычество Не просто супружеская измена Когда там выбирают себе кого-то другого А это вот уже абсолютно животная страсть, которая вообще не различает ничего И это язычество так описывается Берегись, чтобы не стать себе басою, чтобы горло твое не пересохло Ну, соответственно, нищета, позор и, возможно, рабство и изгнанничество Но подумала ты пустой, чужаков люблю я, к ним ходить я буду А и дальше вновь и вновь вот про это язычество Словно вор, что пойман с позором, опозорен Израиль Народ, цари и вельможи, священники и пророки Дерево они говорят, отец мой Камень зовут, мать моя Ну, вот обычные языческие культы, когда явления природы обожествляются Не лицом ко мне повернулись, а спиной Но беда нагрянет, скажут, спаси же нас Вот к Богу, к единому они обращаются только по потребности Где же боги ваши, которых вы сотворили? Пусть спасают вас, если смогут, когда беда нагрянет В каждом городе твоем, Иудея, свой Бог найдется Тоже очень популярная вещь, что у каждого городка есть свое местное маленькое божество Вал такой-то Ну, потому что это же местный патриотизм Как каждый город гордится чем-нибудь Архитектурой или знаменитыми выходцами из этого города Каким-то историческим событием, которое с этим городом связано И божество в каждом городе должно быть свое Вам ли судиться со мной? Вы все предо мной виновны, говорит Господь Сыновей ваших корал я тщетно, наставление они отвергли Меч ваш пожрал пророков ваших, как лев беспощадный О вы, живущие ныне, слово Господне поймите Разве я для Израиля был пустыней, землей и мрака? Вот, смотрите, здесь одновременные упреки и угрозы То есть я их корал, и вы и вас продолжаю корать, но вы не слушаете Неужели я для вас пустыня? То есть он и угрожает, и призывает задуматься, поблагодарить за то, что было дано Почему же народ мой сказал, мы идем, куда пожелаем, к тебе не вернемся? Разве может девица забыть наряды, а невеста свои уборы? А меня мой народ позабыл давным-давно Да вот даже такой образ девушки, которая, конечно, не забудет нарядиться Конечно, украшения помнит, какие у нее есть, надевает их в нужное время, так заботливо хранит А вот Бога забыли Браслеты всякие и платья помнят, а Бога забыли Интересно, что вот здесь Израиль сравнивается такой вот сквозной образ, такая развернутая метафора Именно с девушкой, с женщиной, с невестой, блудницей, даже с дикой ослицей Но тоже женское существо Хорошо ты умеешь любви домогаться В этом и худших женщин оставить можешь И дальше, чуть более конкретно, не только про язычество На твоей одежде кровь бедняков, невинных Разве застал ты их за кражей? Ну, то есть, застал за кражей и там избил или убил Ну, это, по крайней мере, понятно, да А здесь просто вот насилие без причин Но при этом ты говоришь, я невиновна, его гнев меня винует Я тебя призову к ответу за слова твои Я не грешила То есть, дело даже не в том, что она грешила, что уже плохо Дело в том, что она не признает этого, что она считает это нормальным Что же бродишь ты непрестанно, дороги свои меняешь И Египет тебя опозорит, как Ассирия Асрамила Это попытка связаться с большим, могучим государством Когда какой-то критический момент наступает То, оказывается, эти большие, могучие государства Преследуют свои интересы, иудеи не помогают И оттуда уйдешь ты, голову обхватив руками Ибо Господь отверг тех, на кого ты уповала Не будет тебе удачи с ними Вот этот сквозной образ Израиля и народа Божьего Как женщины, которая не верна своему супругу То есть Господу Он продолжится и в следующих главах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому